Приветствую вас. Смотрите, давайте мы с вами постараемся рассмотреть ваш вопрос. Я перестал получать удовольствие от жизни, действуя. Ну а по моему опытных и следуя науке, если человек перестает получать удовольствие от жизни, то если он замечает, что перестал получать удовольствие от жизни, то, скорее всего, получать удовольствие от жизни он начал давно-давно. Вот, просто так вышло, что раньше он этого не замечал. И на мой взгляд, вы этого не замечали ранее. Так, вот, когда это уже прям дошло до своего пика, вот, тогда, да, тогда вы уже, как бы это сказать, стали это замечать. А пока это было не очень критично, скажем так, вы этого не замечали. Ну, я не думаю, честно говоря, что это прям уж что-то такое необычное для современного человека. Потому что мы живем в обществе, где люди очень часто игнорируют свои чувства, игнорируют свои эмоции, вот, игнорируют свои переживания. И в итоге, ну, вряд ли может получиться что-то лучше, что-то больше, чем то, что получается вот в итоге, к примеру, угад. К сожалению. Вот, поэтому ситуация, в принципе, логична. Правда, от этого не менее, ну, не менее неприятно, конечно же. Что мы, что можно с этим сделать? Ну, для нас, все-таки, проанализировать, когда и с какого момента вы начали идти против себя. Когда и с какого момента вы начали двигаться активно против себя, против того, что вам важно, против того, что вам ценно и так далее. И, соответственно, где-то вот, где-то, где-то в этих моментах, где-то вот на этих, так сказать, просторах, есть ответ на вопрос о том, что вам делать, что-то заговора. Дальше. Вот. Понимаете, о чем идет проще. Дальше. Все, что у меня есть, тренировки и работа. Энергии не остается, я решил ограничить свое общение из-за этого. Ну, если, что у вас есть, тренировки и работа, вот, а энергии не остается, значит, извините, это не совсем ваш, то, чем вы занимаетесь. Я все понимаю, я все понимаю, я понимаю, что, возможно, вы свою жизнь, условно говоря, и ноль не видите, но судя по тому, что вы пишите, это не совсем, не совсем ваш. То есть, нет, конечно, может быть, вам что-то и нравится из того, что вы делаете, может быть и так. Но совершенно очевидно, что значение, именно значение этого сильно преувеличили. То есть, обратите, пожалуйста, внимание на этот факт, что если у вас не остается энергии, то, скорее всего, речь идет о том, что вы, ну, скажем так, придумываете ложные себе цели. Или навел. Я живу с парнем, мы ненавидим часто друг друга, но не слижаем, потому что максимум, что могу себе, как бы, позволить коммуналку, а я еще и я не буду на свое одиночество. Ну, помимо того, что здесь предварительное, коммуналка, вы точно не будете одинокой, что, как бы, сводит на нет то, что вы не хотите освежать от парня. Вот. Значит, помимо того, что вы себе творите, здесь хочется отметить несколько следующее, следующее, что, во-первых, во-первых, нельзя ненавидеть, как бы, иногда танцы, ненавидеть, это то, что либо есть, и оно достаточно сильное, либо нет, и этого нет. А вот так вот, как вы говорите, что иногда ненавидим друг друга, это немного странно. То есть, сегодня для разнообразия мы друг друга ненавидим. Ну, сами понимаете, что звучит это, мягко говоря, не очень. Ну и понятно, что ненависть друг к другу здесь предсказывает, потому что вы, ну, это не ваше чувство. Вот. Это скорее вот именно такая вот, какая-то необходимость быть вместе. Молодой человек это понимает отчасти, и вы это понимаете тоже. Вот. Поэтому это не свободный выбор. Не совсем понятно, зачем вы не готовы жить в коммунальной квартире, особенно если вы не выносите одиночество. Но то, что вы не выносите одиночество, свидетельство о том, что вы не принимаете себя. И вам, собственно говоря, с собой вообще-то не комфортно. Вот. Если, если вам с собой не комфортно, если вы себя не выносите, а речь идёт именно о том, что вы себя не выносите. Что вот на это, вам, в первую очередь, будет обратить своё внимание. Почему я не выносил одиночество? Почему мне не комфортно с собой? Что в себе я не принимаю? От чего я в себе бегу, к примеру? Ну и так далее. Это необходимо обязательно исследовать. Потому что, ну, условно говоря, это напрямую, вот прям напрямую влияет на вас. Это напрямую влияет на то, как вы позиционируете себя с людьми, да? Как вы позиционируете себя с мужчинами, в частности, и, соответственно, не может не дискредитировать ваш образ в глазах человека. Представляя его, ну, таким вот, может быть, зависимым, может быть, обесценивающим себя самого и прочего. Дальше. Значит, так. Изонервов я потерял на здоровье, мне растил в защитке остальных андреев, а нелюбимая работа добавил на салагу. Ну, изонервов каких? То есть не очень понятно, что вы здесь имеете ввиду. Изонервов, от чего вы потеряли на здоровье? А почему вы допустили потери в здоровье? Чтобы оно того стоило? Вот вы считаете, что оно стоило того? То, что вы, ну, то, на что, условно говоря, вы своё здоровье тратили? Или тратите до сих пор? То есть здесь у меня такое ощущение возникает, что вы жалуются. Но, простите, простите, вы принимали решение. На мой взгляд, самостоятельное решение вы принимали. Решение было ваше. Сделать то или иное. Почему же у меня возникает такое ощущение, что вы жалуетесь сейчас нам? Вот. Не то, чтобы, не то, чтобы. Я против того, чтобы жаловаться. Вперёд, не то, чтобы я против. Но, как бы, здесь, на мой взгляд, проявляется ваша личная безответственность по отношению к самой себе. Потому что я что-то делаю, а потом за это, получается, не отвечаю. Это, мягко говоря, ну, вводит вас в состояние тотального, полнейшего чувства невыщущенности. Вероятно все и приводит к такому вот ощущению, ну, тревоги, может быть, к ощущению постоянного какого-то вот напряжения, может быть. И так далее. То есть это всё очень серьёзная игра. Мою работу обесценили. Я ждала повышения, приемники и тупик, но сказалось, что моя должность не предполагает всего того, что есть у остальных. Ну, здесь, помимо того, что вы сравниваете себя с другими людьми, помимо того, что вы сравниваете себя с другими людьми. Здесь есть история о том, что для вас премия и повышение имеют, ну, какое-то явно большее, явно большее значение, чем оно должно быть. То есть для вас это, видимо, был чуть ли не какой-то способ заявить о себе. Для вас это было чуть ли не возможность показать себя или что-то в этом роде. Я могу, конечно, ошибаться здесь, но выглядит всё именно так. То есть вы говорите, я ждала повышения, я ожидала повышения. Напросите, насколько оправданы были ваши ожидания. Насколько они были справедливы, ваши ожидания. Вот тут-то мы и подходим к самому интересному. Дальше. Работа искала долго, поэтому пошла из-за денег мне интересную компанию и возрастную коллекцию. Ну, опять же, если вы пошли на работу из-за денег, то и позиционировать себя нужно как человека, который работает за деньги. И чтобы у работодателей не возникало иллюзии относительно того, что зачем вы пришли. Извините, но судя по тому, что вы, грубо говоря, оказались сейчас без денег, вы не смогли поставить себя перед работодателем должным образом. Я могу ошибаться, я могу быть не прав, но мне видится ситуация здесь, к сожалению, именно такой. То есть я верю, я верю вам, я верю вам в том, что вы действительно, ну, пришли за гиганты. Я верю вам, но я не могу сказать, что вы, вот, проявляете, проявляете впечатление с человеком, который вы ощущаете свой интернет. И то, что у вас было, как вы пишите, много ожиданий, что вы вот узнали, что вы узнали повышение и прочее, но это вот об этом следует. Кроме того, вы сравниваете себя с другими людьми, вот, и если, коли вы сравниваете себя с другими людьми, то здесь идёт сразу же ориентир, как бы, вот, не на то, что вы хотите, и не на то, что вам, ну, важно, а здесь идёт ориентир на то, что вам с другими людьми. То есть не только, вот, я хочу получить, например, для себя того, чего я достойно, да, не столько я хочу бороться и отстаивать, сколько я хочу доказать что-то другим людям, но чтобы доказать, что-то другим людям, необходимо за ними следовать. Вы за ними следуете и в итоге приходите туда, куда приходить совсем, наверное, не стоило. Ну, или, по крайней мере, вы приходите туда, куда, где вы не становитесь более счастливы, да. Вот, так что, здесь, конечно, опять выиграют ощущение, что очень жалуются. Раньше я была успешным продажником, но мне не нравилось продавать, потому что сейчас это как коу-ферти я сдала этих денег. Не очень понятно, вот. Если вы стали успешным продажником, но при этом вам это не нравилось, то, ну, варианты я не берусь. Я не берусь. Судиться о вариантах, безусловно. Вот. Но, на мой взгляд, есть определённое противоречие на том, что вы успешным являетесь продажником, были успешным продажником, но вот решили, как бы это всё закончить. Вот. То есть, это, ну, на мой взгляд, немножко странно. Такая же позиция. Вот. Вот. То есть, ну, если вам не нравилось продавать, то можно всегда заниматься чем-то на стороне, можно всегда что-то делать, можно всегда как-то вот компенсировать, если вам не нравится работа. Так. Много было инициативы с моей стороны. Инициативы для чего? Недавно я специально закончил ещё одно образование. Оба применимы были к моей нынешней должности. Я, значит, всю жизнь не стал быть хоррикографом, что национально для себя. Значит, невозможность сейчас состояться, но буду помощь для их оттарной идеи, потому что боюсь, что оттанет людей. Ну, это невозможность для вас сделать выбор свой. То есть, идея в этом, что вы не можете реализовать свой выбор. То есть, вы хотите и то, и другое. Вы не готовы. Грубо говоря, ради чего-то одного отказаться от чего-то другого. Вот. Это, конечно, недоверие себе. То есть, ну да, вы можете оказаться в зависимости от парня. Это правда. Это так. Но если вы всегда мечтали быть кем-то, в данном случае мечтали быть хореографом, то разве это того не стоит. А почему, если вы мечтали быть хореографом, а пошли на продажник? То есть, у вас получается и тогда в то время тоже кто-то сбил. Тоже кто-то направил вас, условно говоря, несколько не туда, не в ту степь. Да? Вот. То есть, снова, как бы вы перешагнули, перешагнули через себя. Так. Ну, сейчас боюсь, что я останусь без денег. Тут опять же страхи с этим не на работу. Вот. Я месяцами растягиваю шпагат и лечу спину, но от этого нет никакого результата. Я не знаю, просто бросить всё и рискнуть. Ну, во-первых, делать что-то ради результата идея довольно сомнительная. Вот. Результат может и не оправдать ваши ожидания. Вот. Гораздо лучше делать что-то не ради результата, а ради каких-то, например, ценностей. Вот. Ну, это будет. Это будет. Гораздо лучше. Для вас это будет гораздо качественнее для вас это будет гораздо сильнее для нас. гораздо полезнее одновать, то есть, ведь мне кажется не совсем такое вот, если угодно, целеполагание, не совсем адекватное целеполагание, если... Позволите мне так сказать. Дальше не совсем понятно, что вы подразумеваете под все бросить и рискнуть, то есть это некоторая драматизация. Ну, вашей жизненной ситуации, на мой взгляд, вот, потому что, ну, жизнь, она все-таки довольно серьезно реагирует, на то, когда люди именно рвут, именно рвут, то есть, когда люди действуют рывками, вот, и, как правило, вознаградают те действия, которые совершались военно, ну, военно целей определенных, вот. А тут вот вы, собственно, демонстрируете несколько, несколько другую историю, да? Тут вы демонстрируете несколько, несколько иные вещи и... Ваша такая вот рискованность, да, она может никуда и ни к чему не привести вас, в принципе. Вот. Так что, на это я тоже хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Пугает неопределенность или есть... или выбрать другой путь? А, понимаете, да, неопределенность действительно пугает, но почему? Потому что вы не доверяете себе. Потому что пугает неопределенность. То есть, если бы вы, условно говоря, себе бы доверяли, если бы вы доверяли своим чувствам, если бы вы доверяли своим эмоциям, то неопределенность вас не пугала бы. Была бы абсолютно таким, ну, естественным, я бы сказал, естественной средой, естественной формой, которой облекается, если угодно, жизнь. Вот. То есть, не было бы у вас таких проблем. Но поскольку вы своим чувствам не доверяете, то вот, возникают и сразу же определенные сложности. Вот. Поэтому ничего удивительного в этом. Нет. Другое дело, что научить вас доверять в себе, ну, вполне, на мой взгляд, вполне адекватная задача. Ну, нам, психологам, я имею ввиду, по силам. При условии, конечно, что вы действительно этого хотите. При условии, конечно, если вы, ну, если вы действительно этого желаете. Вот. Так что, здесь, понятно. Я запутываюсь, я отдыхаю, постоянно на нервах. Я вообще не понимаю, как у других, любящих родителей, нормальное здоровье, собственная семья. Ну, подобное есть у людей, которые, собственно, находятся в определенной гармонии, если угодно, с собой. Вы же в гармонии с собой не находитесь, соответственно, ну, соответственно, имейте проблемы. Вот. То есть, опять же, здесь вы что делаете? Вы сравниваете себя с другими людьми. Я вообще не понимаю, как у других могут быть там то-то, то-то, то-то. То есть, если вы сравниваете себя с другими людьми, то возникает невольный вопрос. Да? Возникает невольный вопрос, насколько искренне вам хочется того или иного. Вот. Насколько вам хочется тех или иных вещей. Например. Для чего вам семья? Например. У вас, там, допустим, не было любящих родителей? К примеру. Если это так, то, вот, вам, ну, у вас, отчасти, именно, поэтому, такое отношение к себе самой, потому что вы автоматически воспроизводите отношение своих родителей к себе. Вот. Здоровье. Ну, опять же, есть несколько моментов по здоровью. Некоторые люди имеют отрождение, что-то, слабое здоровье. И тогда это просто нужно принять. Некоторые люди сами в своей здоровье меняют, даже в своих действиях. Когда это ответственность, личная ответственность каждого из людей. И, вот, что непосредственно у вас, что непосредственно у вами происходит. Ну, вот, не понятно. Но, это обязательно нужно выехать. Обязательно, обязательно нужно выехать. Потому что обязательно нужно это разобрать. Потому что, очевидно, надо все это беспокоить. Вот. Вот. То есть, постоянно вы сравниваете себя, да, вот, с, ну, с людьми. И, вот, как бы, получается, что не в лучшую сторону вы все время это сравнение ведете. Ну, то есть, есть. Сложности, конечно, будут сложности. Сложности есть. Вот. Сложности, в частности, восприятия себя, да, и восприятия, ну, своих ценностей, вот, и так далее. Ну, одна из самых таких, прям, проблем, это то, что вы, вот, оглядываетесь на других людей. То есть, то, что вы ориентируетесь на других людей. Ну, вот. Это очень-очень-очень серьезная проблема. То есть, то есть, себя вы, получается, вот, обесцениваете до, там, такого, ну, до такого состояния, до такой позиции. Вот. И, ничего хорошего в этом для вас нет. Поэтому, с этим тоже нужно работать. А, все как ни про меня, как будто эксперты, да, все как разочаровались все исследования, все равно, что мы себе. Ну, а завышенные ожидания, здесь, конечно, у вас имеется, не имеющие ничего общего с действительностью, вот, к сожалению, вот. Так что, так что, это не просто разочароваться, а это, вот, вы хотели, на мой взгляд, вы прямо хотели разочароваться, прямо вот, хотели этого, вот. Не особенно, конечно, но хотели, я полагаю. Так что, с вашими ожиданиями, тоже нужно работать, чтобы они были адекватны, чтобы они все-таки, ну, как-то, вот, ориентированы, были все-таки на, на ваши ценности. А, нет, на какие-то цели, которые вы достигнете, да, а, все, потом, что дальше. Вот. На этом все. Элина, обратите внимание на то, что вы не задаете свой вопрос, что, что же несколько судей обстоит о нежелании, вероятно, что это дело кончило, а о желании. Просто, просто, обожаловаться и все. По сути. Но, тем не менее, это не решает проблем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует.